Украинка получила дар после удара молнии, теперь она выжигает болезни. На Прикарпатии живет женщина, к которой обращаются люди из разных уголков Украины и из других стран для лечения тяжелых заболеваний, когда медицина уже не справляется. Анна Ромарук из села Дора под Еремче с итальянским дипломом медика стала известной благодаря своей практике лечения рака, псориаза, эпилепсии, паралича и не только при помощи рук. Как это происходит и откуда взялась такая способность, украинская целительница рассказала в интервью для канала Гуцулендия. Как пришел дар. По словам пани Анны в детстве при сборе ягод она попала в сильную грозу в лесу и ее ударило молнией. Тогда будучи 12-летним ребенком, она потеряла сознание и пролежала на камне целую ночь пока девочку разыскивали близкие. Придя в себя только под утро, она вернулась домой, начала заикаться и я уже чувствовала, что что-то такое во мне уже есть. Женщина убеждена, что после того грома и попадания молнии она и получила дар выжигать болезни. Своими руками от которых исходят сильные биотоки и в моменты лечения знахарка забирает недуг на себя, но делится собственной энергией с пациентами во время сеансов. Также Ромарук рассказала, что стала практически нечувствительна к горячим предметам, не обжигается, зато палит массу электронных приборов и девайсов, которые берет в руки, а еще притягивает грозы. Пани Анна отметила, что об обладании даром исцеления руками узнала она только в 38 лет. Тогда 9 мая ей во снах явился Иисус Христос и святые, когда она сливала воском. Приснилось, что сын Божий ей сказал, ты должна это делать, тебе дано это Богом, ты ударена громом. Ты лечишь все раки опухоли руками. Ты этого не знаешь. Также женщину призвали ехать к попавшему в серьезную беду сыну в Италию, где он тогда работал. Практика выжигания болезни. Женщина заказала визу, и через три месяца была уже в Милане, где ее Юрий находился в больнице в состоянии кома с пробитым черепом врачи. Наложили 13 швов. Когда сын очнулся и парню стало лучше, вместе они отыскали жилье в итальянском городе, и там Ромарук начала лечить людей. Сначала украинка исцелила соседку от рака груди, затем ей предложили попробовать помочь дочке работодателя знакомой. Которая не могла ходить 7 лет, у ребенка была травма хребта и перебит нерв, поврежден спинной мозг. И пани Анна тоже с этим справилась. После женщину позвали в одну состоятельную семью домработницей, где у пожилой матери хозяина дома была болезнь Альцгеймера и он годами не вставала с постели. Ромарук помогла и бабушке, задействовав также свое умение выливать воск. Ошарашенный итальянец расспрашивал пани Анну как ей это удалось, а после объяснений предложил пройти обучение в медицинской академии, руководителем которой он был. Украинка осталась работать в Италии еще на некоторое время, изучила. Там язык и затем получила местный диплом медика. Как лечит карпатская мальфарка. Сейчас она вернулась в Украину домой, где к женщине стали обращаться люди за лечением от всевозможных болезней даже сложнейших. Ромарук рассказывает, что может исцелять от любого рака, клетки которого выжигает руками на сеансах, но не берется в тех случаях, если пациент проходил химиотерапию. Пани Анну называют и мальфаркой, и знахаркой, и целительницей, а о самой себе она говорит. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкайт, как об очень верующем человеке. Женщина также отмечает, что умение отливать навозки и произносить нужные приговоры она получила от бабушки, Анны Васильевны Ромарук. При этом женщина добавляет, что передать знания о воске и о целебной воде, которую берет в церковные праздники из водоемов, образованных двумя перекрещенными ручьями или реками, она может, но не способность выжигания руками болезни, так как сама получила такое свойство после удара молнией. Кроме того, пани Анна дала в интервью ряд советов для укрепления организма, правильном рационе и какая профилактика возможна в некоторых случаях при онкологии, а еще очень. Призывает не забывать молиться Богу. Видео, на Прикарпатье мальфарка выжигает болезни руками. Напомним ранее мы писали, что жена мальфара Нечая в редком интервью рассказала о его знаменитой целебной настойке из 77 трав. Добавим, что недавно врач опубликовал список фуфломицинов, на которые украинцы спустили миллиарды гривен.